Великие луки, Псковская область А вы знаете, я почти все, что Павлу интересно, я почти все рассказал Да, Псковская область, персики-то уже у вас Раз, ага, уважаемый Павел Бродов, рядом с вами Захотите, я вам электронный адрес дам Это Наталье, хотите? Раз, теперь Ладно, я уже хотел заканчивать, да, прочту хоть Начал заниматься, научился, можно ли брать для сеянцев плоды диких, яблайн-груш Наука считает, то есть в лице Мичурина, что нельзя Очень плохая биологическая совместимость, много потерь Вот, или если вот у меня можно, потому что Кто растет в одном саду, то это То уже друг с другом Или как у меня, варианты такие У меня дикие яблони к ним привычны культурные Поэтому Сергей садится на УАЗик И уезжает к метров за 10 В самую глухую тайгу Копает самые дикие сибирки А увидели же это, питомники его Сто процентно переживает Почему? Культурные привычны А ваши культурные привычны? А именно к диким Вот принято на юге, оттуда пошло Прививайте яблони культурные на культурные, но морозостойкие А потом раз 40 градусов в центре или на юге России И подвой мертвый замерз И привой мертвый замерз Все замерзло То есть, вот эта специальная работа Бессибирьком не обойтись А груши? Сколько раз я говорил с гордостью Дитие груши уссурийские Они почему-то совместимы с моими Вот сколько уже сортов, несколько десятков испытал Нету, чтобы вот мертвой прививки И все Ну как так? А потом они такое-то плодношение И не считаю алтайская, в скобках, сибирская селекция груши А я имею в виду чистые груши С Польши, с Украины Помните дули знаменитые Эти самые Гигант Подмосковья Что это самое Вкуснейшие огромные плоды Это самое Бельгия там, листая красавица Сразу на диких грушах прекрасно Вот если вы про дикие уссурийские груши говорите Вот с чего начинался наш разговор Я Тимоша спросил, сколько ветер собрал диких уссурийских? Я говорю, семь Я ему за каждое ведро еще по сто рублей заплатил Он теперь на всю жизнь готов собирать груши Так вот Он потом два часа пересчитывал эти деньги Не мог поверить, что можно заработать Они мелкие, это много лазит И вот получается так, что Еще раз пришлось повторить То, что я на Эске Юлинара говорил Дикие яблони, надо, чтобы они были совместимы Дикие груши, уссурийские груши У меня совместимы со всеми Не работал над совмещением Понять не могу Откуда они привезут 100% Вот это вот Ответил на вопрос Теперь Дички есть с мелкими плодами На них много яблок А из крупных их немного Тут получается так Палка в двух концах С мелкими плодами, значит, более морозостойки Но хуже приживаемость Может быть отторжение И неполная биологическая совместимость Это та же не морозостойка А из крупных их немного на дереве Значит, он берет семена Выращивает подвои Так, а так как они крупные были плоды Значит, у них, как минимум, полукультурные Или у них генокультурных Значит, совместимость лучше Но морозостойкость ниже Вот и получается Вот Раки были по 3 рубля Но зато Как там было Но мелкие Вот так и тут А эти были крупные Ну, по 5 рублей Вот вам, пожалуйста Все, как в анекдоте Какие лучше брать Я вроде бы ответил Вернее, как сказать Такой ответ, что это даже не ответ Обтекаемый Так Вот это откуда выскочило Не знаю Я надеюсь, что у нас продолжается Разговор Так Можно ли использовать Костки ваших Барикос для вращения Подвои в нашей зоне Вот Есть Вот Вспоминайте Там Да Будем считать, что я раньше ответил на вопрос Хотя бы примерно ответил Можно посадить Где более удачное место Где менее удачное место Где более Где менее Все Надо заканчивать Вот то, что тут Что-то выскакивает Что-то выскакивает Что-то выскакивает Что-то выскакивает